В Бийске сложилась достаточно напряженная ситуация с бюджетом. Это связано в том числе и потому, что город в течение последних нескольких лет активно участвовал в программе переселения из верхового аварийного жилья. В результате этой программы по переселению у города сложилась определенная задолженность. Понимаете, есть кредит, он бюджетный, но тем не менее есть и коммерческий, и бюджетный кредит, но они требуют обслуживания. Сегодня на заседании фракции как раз нам приглашали людей, ответственных по данному вопросу, где они озвучили, что по большинству муниципалитетов Алтайского края данный вопрос будет закрыт практически на 100%, кроме двух – это Рубцовск и город Бийск. Имея статус города-наукограда, в принципе, не пристало иметь какие-либо задолженности. В дороге у нас не самого лучшего состояния, помимо этого город Бийск неофициально является воротами в горный Алтай. Хотелось, чтобы гости, приезжающие в горный Алтай, хотя бы видели, что наука Аркад действительно достойный город. Начнем с того, что въезжая в город в 8 часов мы видим темный город, понимаете, мы видим, как говорится, плохую инфраструктуру, и это надо в корне менять. Поэтому мы в принятии этого бюджета решили объединиться и, соответственно, обратиться к губернатору, обратиться к министру, к министрам разных уровней, для того, чтобы наш город, соответственно, поддержали. Все-таки второй город по величине. Если мы видим все-таки в какой-то мере растущийся город Барнаул, то на его уровне, на его фоне Бийск, конечно, это, не знаю, он потихоньку превращается в какую-то деревню. Собственно говоря, а кому, если не нам, объединяться? Если мы, допустим, доведем ситуацию до того, что жители начнут объединяться и требовать для города финансирования, я думаю, это слишком плохая и тяжелая ситуация будет и в целом для края, и, наверное, прецедент будет такой в пределах страны. Продолжение следует...